Главное российское телешоу с его несменным пляшивым ведущим снова в эфире. Спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил. Абсолютно честно говорю, это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. 14 декабря Владимир Путин, его двойник или даже тройник, показался на людях не просто так, а чтобы ответить на все волнующие россиян вопросы. А их в Кремле насобирали более двух миллионов. Но оно и не странно. Прямую линию Путин не проводил два года. Если задают 2 миллиона 100 тысяч вопросов, это признак того, что ты вообще ничего делать не умеешь. Что вся страна держится на том, пробился ли ты за своим вопросом Путину или не пробился. Я напомню, что в начале этой пресс-конференции Песков сказал, что вот, и может даже не только Песков, и эти ведущие, что объединенный народный фронт взялся, что все вопросы он просмотрит, на все вопросы он ответит. То есть вот для того, чтобы решить проблемы с канализацией, нужно написать Путину. Другого способа решить проблемы с канализацией нет. На мой взгляд, этого достаточно для того, чтобы не то, что его не выбрать, а вообще гнать погаными тряпками. Но, как мы видим, многие россияне этого вообще не понимают. Со всех насущих проблем и вопросов Путин выбрал около 50, среди которых и причина его выдвижения в президенты. Эта пресс-конференция – это был первый подход к избирательной кампании, к тому, что будет в эти месяцы звучать для российского обывателя. Он же избиратель. Ответ прост – 20 лет во главе страны ему не хватило, чтобы укрепить суверенитет России. Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовало тысячу лет. Ну, и слава богу. Ну, не перегибайте. Ну, а дальше по накатанной санкции сделали страну сильнее, экономика развивается, показатели растут, и зарплаты тоже. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. А, ну и кашель, конечно же, уже как традиция, тоже присутствует. Кхм. 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 Кстати, першит в горле у Бункерного, когда он говорит о хороших экономических показателях. Совпадение? Не думаем. А еще Путин шутил. Правда, никто не смеялся. Шумбрат. СМЕХ Шумбрат – это по-ордусски, значит, здрасте. Да, я сейчас, сейчас отвечу, да. Щупал он и другие темы. Конечно же, на повестке дня – война против Украины, но на этом он решил не останавливаться. То, что Путин лжет через слово, если не на каждом, слове, это мы давно знаем. И, соответственно, то, что тема войны как раз в самом таком жестком смысле, он старался ее вообще не касаться. Это тоже очевидно, да, потому что, собственно, они уже понимают, что запрос россиян есть на мир. Да, поэтому тема войны проходит как бы вскользь. И во время избирательной кампании явно она будет проходить вскользь. О мире Путин, кстати, тоже разглагольствовал. Сказал, как только, так сразу. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. А вот за мобилизацию на фоне протестных настроений среди жен военных ему пришлось объясниться. Ну или, скорее, в очередной раз соврать. Все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Но так же остро, как возможность мобилизации в России, сейчас стоит и вопрос запрета абортов, которые в частных клиниках уже отказывались проводить. Я, знаете, вот весь сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой вы сейчас упомянули, и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви. И другой позиции у церкви быть не может. Потому что церковь, она борется за жизнь каждого человека. И у нее есть свое отношение к вопросам абортов. Это понятно. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. И осторожничает в этом вопросе Путин не зря. Я думаю, как раз это один из тех немногих вопросов, по которым администрация президента решила показать, что да нет, нет, он не сторонник таких жестких мер. И в этом смысле, может быть, они чуть-чуть, я не скажу, отыграют назад, но, по крайней мере, сейчас запрет абортов, он есть только в частных клиниках. Я думаю, что дальше это точно не пойдет. Прозвучал вопрос и о двойниках. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. И он был очень кстати. Часом ранее у Путина спросили, когда он посетит выставку форум достижений России. На что он ответил, что постарается найти время, чтобы наконец-то увидеть все своими глазами. Вот только он там уже был 4 декабря. Между двойниками несостыковки. Постараюсь там побывать. Спасибо большое. А вот в вопросе отношений с загнивающим Западом Путин постоянен. Россия настоящих партнеров не потеряла. А если Европе нужно дружить, то, пожалуйста, в Кремль на поклон. Это, собственно, ровно и есть тот идеологический концепт, который они пытаются породать россиянам. Потому что что такое был Советский Союз? Советский Союз был такая, собственно, страна, которая не слишком много с кем дружила. Советский Союз противостоял основным игрокам, в первую очередь, экономическим. И, соответственно, когда Путин говорит о суверенитете, он по большому счету говорит, что мы восстановили свое положение в мире, то, которое было при Советском Союзе. И такое безразличие он проявил даже к своему телефонному другу Макрону. Нет. На нет и суда нет, как у нас говорят. Ну, у нас есть чем заниматься. Но занятия действительно придумали с головой, ушли в историю и пишут учебники. Мне нужна какая-то такая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех тех, кто читает этот учебник. Потому что, как известно, сегодня ребенок, завтра гражданин. Все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми. Но потом Деда понесло. В связи с истинной историей Путин решил высказаться об исконно русских территориях. Весь юго-восток, юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторические российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку Турция, да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. В чем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Не Крым, не вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Но на этом ересь Путина по теме Украины не закончилась. Бункерный, отвечая на вопрос о росте заболеваемости корью в России, в эпидемии обвинил Украину, миллионы граждан которой якобы переехали в Россию-матушку. На Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Находилась сейчас, наверное, еще ниже, и это тоже реальная проблема. А хвори эту по логике украинцы привезли из биолабораторий. А где же тогда ваша маска, Владимир Владимирович? Редактор субтитров А.Семкин